здравствуйте друзья у нас такой вопрос который я бы назвал больше криком души вот спрашивает как увидеть в требованиях к работнику ну то есть job description неполноту противоречивость и неоднозначность на что посоветуете обратить внимание в принципе то же самое и с интервью как выйдя с него ответить себе на вопрос что это было значит тут есть тонкость такая значит первая тонкость состоит в том что вы с опытом просто с опытом начинаете лучше понимать что происходит и по мере того как вам поступают там какие-то странные звонки когда говорят можете там вот это или вот это а вот то и они совершенно не сочетаются и какая-то ерунда получается и в общем когда человек как сказать не свободен в рассуждении под он под стрессом он пошел искать работу это стрессово ему звонят первый раз ему позвонили это стрессово и второй раз может быть стрессово и один человек там с 5 может быть с 10 звонков от рекрутеров начинает понимать что они все одно и тоже спрашивают успокаивается и начинает более-менее связано отвечать хотя другому ему может быть и и 100 звонков не хватает я расскажу у нас был один студент очень смешной он по доброте душевные он давно в америке жил и он по доброте душевные одной нервной женщине из его группы периодически позванивал и под видом рекрутера и она была в панике она была в шоке он не сдал вопроса на какую-то ахинею несла и он потом говорил ну что же ты там маруся на 4 это же я саша там твой друг давай разбирать что-то тут наговорила значит и он ей я не на 1 10 он не звонил ее ничего не брал во-первых она его никогда не узнавала во вторых она каждый раз была в каком-то шоке в стрессе там и и лопотала что-то нервное и он каждый раз значит с ней там это все разбирал пока ему не надоело бросил этим заниматься значит что хочу сказать есть люди которым нужно больше времени чтобы к этому стрессу как-то приспособиться поэтому значит первый уровень как бы проникновение в проблему как отличить мусор вот нормального звонка это просто опыт некоторые вот вот про знать как клин клином да значит вот просто опыт я это называют попасть по связистской своей значит манере я называю что когда вы вышли вот на рынок вы настраиваете свой фильтр и значит там есть сигнал какой-то а есть шум всегда в канале связи всегда есть сигнал и есть шум и задача связиста состоит в том чтобы сигнал выделить а шума подавить так вот значит вот и учишься выделять сигнал и давить шум там всегда много шума если ты пошел в такое место где сигнала нет вот тогда тебя каждый шум становится сигналом это это еще хуже это тоже бывает люди чем такое наворотят да еще как-нибудь не там повесят и не так повесят и там ну ну то есть тем как вы работаете с резюме когда она вас есть вы можете сгенерить на себя очень много шума и и вообще не иметь никакого сигнала вот это тоже бывает это как бы отдельно опять с опытом да значит с опытом а где вам посоветуют где вы сами там дойдете где просто успокоитесь начнете свободно соображать и когда вы начнете соображать то есть контролировать ситуацию то это все становится довольно очевидным но если вам нужен такой как бы общий совет то мой общий совет состоит в том что смотрите по деньгам допустим вы ищете работу я не знаю начинающий тестер там практику прошел в компании там что-то не какой-то бэкграунд туда-сюда он хочет там свои 30 баксов в час и он идет на рынок 30 долларов час а ему звонят какие-то люди и люди эти говорят а ты знаешь python а ты знаешь руби а ты знаешь там я не знаю какие-нибудь инструменты я не хочу там деталь и чего-нибудь эдакая значит а сколько у тебя лет экспириенса с джавой опыта с джавой программирование на джаве и они теряются они как отличить послушай ну надо надо понимать чем ты занимаешься если ты вообще не понимаешь что ты делаешь тогда отличить нельзя никак но если ты немножко ориентируешься то ты понимаешь что если человек пять лет программировал на джаве то он не получает 30 долларов час он может быть получает за 75 или или 100 долларов в час зависит от уровня на котором он программировал поэтому значит и ты должен понимать что вот над на 30 баксов которые ты просишь лучше тебя вообще ничего нет кто лучше реально значит поэтому что получается значит если ты реально понимаешь что ты сразу видишь такой раз синхронизацию требований и уровня оплаты job market вот я когда студентам рассказы это ugly place ugly уродливое место понимаете там никто там них и не 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 хэппи понимаете чек который ищет работу он вот говорит что ему звонят какие-то не те люди человек который ищет человека рекрутер он все время натыкается на каких-то не поймешь кого там что-то понаписали в резюме а сами не ничего не знают и никакого отношения к этому не имеют там и тогда это все такое вот 5 но чем-то точнее твои фильтры настроены значит тем меньше тебе всякого мусора звонит и тем четче ты как бы получаешь вот этот сигнал да ну вот по деньгам по деньгам тут еще что важно понимать что когда тебе звонят люди они зарабатывают на на тех кто много зарабатывает скажем на устройстве менеджера или там вице-президента или даже там какой-нибудь senior test automation там инженера они зарабатывают гораздо больше чем на том кто там за 30 долларов час работы поэтому у них основные усилия идут на то что они пытаются найти тех за кого платят хорошо и тут ваши резюме выходит там профайл вот я начинает вам звонить а людей то нету ведь это же если на позицию было 100 человек желающих вам вам бы вообще никогда не позвонили проблем потому что сейчас вот рынок активно людей нет и вот начинается вот звонят какие-то люди ошалевшие особенно когда у тебя там 25-30 долларов в час рекрутеры которые получают задания вот на эти позиции на 25 на 30 долларов в час они вообще ничего не соображают они с улицы вот этот замели говорят вот тебе бумажка звони и он звонит он вообще не понимает о чем речь эти рекрутеры которые работают за хорошие деньги там на высоком уровне это вы чего там очень серьезная публика там с ними нет такого ощущения что это было это вот вот серьезная профессиональная работа поэтому значит как тестировать значит опыт 1 смотрите по деньгам 2 ну и надо знать предметную область ну что же и вы должны сказать я знаю предметных я знаю если вы видите себе я сам-то ничего не знаю это вот рекрутер наверное знает а рекрутер точно ничего не знает если вы не знаете но вы пропали и чем более вы такой синер по по должности да тем меньше у вас с этим проблем тем меньше вы имеете дело вот с этим мусорным рынком где вы пришли там профайл свой повесили какие-то люди звонят там не знам какие тем тем больше вы находите следующую позицию через ваш ваш network до через знакомых и так далее да так и будет значит там вторая часть вопрос какая была после интервью значит после интервью вам не надо думать что это было значит после интервью вы спрашиваете себя какие вопросы мне задали и вот записал там задали пять вопросов записал потом спрашивать себя как я ответил что я сказал записываете что вы сказали по-честному без дураком даже некоторые ответы вам может показаться чтобы очень здорово сказали но тем не менее вы спрашиваете себя можно ли было ответить лучше и когда вы анализируете то что было на интервью вы должны понимать что интервью это не не сертификационный экзамен вот на сертификационный экзамен может прийти 50 человек комнату до счетчик включили и они там отвечают на вопросы вышли сдали свои ответы 50 человек сертифицирован это возможно когда вы идете на интервью и там допустим у них пять человек они интервьюируют на две позиции значит шансы что вас возьмут 40 процентов хотя они все пять не берут они берут два из пяти таким образом мало дать правильный ответ вот это это ключ к пониманию успеха или не успеха на интервью из того что мы видим что есть вещь которые мы не видим тоже поэтому значит вы спрашиваете себя мой ответ был может быть лучше потому что вам надо не просто дать правильный ответ вам надо побить в этот ваше competition конкурентов побить надо понимаете и вот в этом ключе вы всегда смотрите значит самое главное что вы должны сделать после интервью вы должны посмотреть что вас спросили что вы ответили и как в следующий раз случись этот вопрос ответить лучше а вопросы на интервью они завязаны на ваше резюме опыт работы что там у вас написано и я думаю что вот ну в грубой оценке после пяти интервью например вот вы первый раз пошли вот искать работу с этим резюме после пяти интервью живых трудно даже себе представить чтобы вас спросили чем эдакое чего не успели спросить на первых пяти интервью ну то есть конечно бывает я ничего не хочу сказать но в общем то поэтому значит первые пять интервью если они если они не закончились там предложением работы что в общем-то тоже большая вероятность что раньше вы проскочитесь но тем не менее вот вы смотрите значит на каждый вопрос как вы ответили как можно было усилить этот ответ если допустим вы соревнуетесь с людьми которые тоже не неплохие не хуже вас как сделать чтобы побить их опередить вот вот и все и самое самое последнее что вы хотите значит это выяснять а почему меня не взяли а что я сделал не так может быть вы все сделали абсолютно так есть десятки причин почему взяли не вас может быть они сразу и не хотели вас брать а уже был человек которого они знали что возьмут но по правилам игры положено провести значит интервью там и так далее значит они просто соблюдали правила игры или из этих кандидатов был кто-то за кого попросили свои ребята и там порекомендовали а за вас нет или вообще они никого может быть и не взяли потому что они поняли что нужно накинуть там десятку и все-таки взять кого-то поприличней потому что вот не тянет то то что можно купить вот за эти деньги не соответствует к то есть то есть меняется определение того что они собственно хотят взять поэтому вообще не заморачивайтесь этой ерундой это это вас не касается ответа все равно у вас не будет сосредоточьтесь на том что вы можете делать то есть надо контролировать Контролируйте то, что вы можете контролировать Контролировать других людей не надо Это очень простая схема И я думаю, что если ей вооружиться То уже можно какие-то существенные улучшения сделать в том направлении, в котором мы разговариваем Я пока это все рассказывал, думаю, что я все время какие-то английские слова вставляю Но меня даже так критикуют иногда некоторые Я думаю, так оно вам неплохо Те, кто знает эти слова, их никак не заденет Те, кто не знает, заодно узнают пару слов по-английски, что как бы дополнительная польза Счастливо, ребят, я на работу